Вансфудстор, это самые низкие цены на все товары в FK Mobile, быстрое выполнение заказов и 100% безопасность твоего аккаунта. Переходи и прокачивайся по ссылке в описании. Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать в новое видео на моем ютуб канале, ну и данное приветствие, в отличие от всех других, я вас попрошу не перематывать. В особенности, это посвящается именно постоянным зрителям моего ютуб канала, которые заинтересованы в контенте и также, конечно же, смотрят его на регулярной основе. Свою активную деятельность на данном ютуб канале я начал аж в далеком 2022 году и за это время, если так подумать, сменил далеко не один формат. Были и геймплейные видеоролики, и обычные новостные сводки, которые выходили практически каждый день. Также был формат немножечко даже отдаленный от нашей игры, где я в большей степени рассказывал о достижениях каких-либо футболистов именно в реальном футболе, а потом прикупал их карточки в игре и выполнял какие-либо задания. Ну и тут уж так совпало, именно с началом осени я снова хочу немножечко видоизменить свой формат и в большей степени в дальнейшем в своих выпусках рассказывать именно о том, что меня реально очень сильно интересует в нашей любимой игре FK Mobile. Это могут быть как инфоповоды, так и различные обновления, события, так и, например, выход бета-версии FK Mobile 25. И этот видеоролик не будет полноценным обзором бета-версии от EA Sports, в большей степени я выделю именно те функции, которые могут повлиять и повлияют в ближайшее время на нашу любимую игру. Сказать честно, я промучился немножечко с установкой, но по итогу записал и геймплей, который вы сейчас можете видеть на своем экране. Ну и, конечно же, я сделал вывод о том, что нас ждет при ближайшем крупном обновлении. Я же, дорогие друзья, попрошу вас всего лишь поставить лайк по данным видео, если подобный формат вам понравится, ну а также делитесь своим мнением в комментариях. Играли ли вы в новую бета-версию и как вы думаете, насколько сильно обновления, которые в ней появились, повлияют на нашу игру в дальнейшем? Кстати, не зря, дорогие друзья, я вам сказал о том, что у меня возникли некоторые проблемы именно с установкой бета-версии, в большей степени не с загрузкой уже внутриигровой. Потому что, в принципе-то, эта бета-версия ограничена и доступна лишь буквально-таки некоторым странам, которых по пальцам можно посчитать. Так что, друзья, всеми самыми актуальными способами установки на все устройства Android и iOS я поделился в своем телеграм-канале по ссылке в описании. Так что, если вы, как и я, хотите протестировать немножечко измененную графику, новую игру, а также фишки, которые eSports добавят при ближайшем крупном обновлении, обязательно переходите по ссылке в описании, получайте инструкцию и устанавливайте бета-версию. Также, дорогие друзья, я вас приглашаю в свое сообщество в телеграм-канале, потому что оно является очень полезным. Например, как только выходят обновления или как только о них появляются новости, в моем телеграм-канале вы уже можете найти абсолютно все посты про обновления. Также, конечно же, актуальные способы получения самоцветов и монет в нашей игре, потому что данные способы, конечно, они доступны не каждый день, но на регулярной основе появляются, и я вам об этом быстро рассказываю в своем телеграм-канале. Ну а также постоянно запускаю крутые конкурсы для подписчиков, для того, чтобы вы как следует прокачивали свои составы. Например, сейчас проходит конкурс с тремя звездными абонементами, условия для участия максимально простые. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на мой телеграм-канал, получайте свои призы, ну и все актуальные новости про нашу любимую игру. Ну и таким образом, мы с вами точно не потеряемся и останемся в тренде. Как я уже, возможно, говорил чуть ранее, но, пожалуй, сделаю на этом акцент прямо сейчас, бета-версия в Камобайл, она не посвящена абсолютно новой игре, то есть у нас не будет сброса в 2024 году. Об этом уже всем прекрасно известно, данная новость появилась порядка двух месяцев назад, когда еще летнее событие только выходило в нашей игре. То есть, по факту, данная бета-версия посвящена именно переходу из одной части сезона в другую, уже именно во вторую часть, которая, естественно, по идее, должна быть последней, потому что у нас сезоны в Камобайл, конечно же, не длятся больше, чем два года. По крайней мере, такая тенденция выходит из последних лет. Я уже неоднократно высказывал свою позицию по этому поводу. Разработчики делают так, для того, чтобы донатеры, которые реально очень хорошо прокачивали свои составы за лето, за то же самое крупное событие Евро, где было много внутриигровых предложений, магазинах, также спецпредложений и акций, банально не расстраивались тому, что они толком не успеют поиграть за свой состав. Потому что, представьте, если бы сброс у нас был буквально-таки через две или три недели, то что бы делали люди, которые только недавно, благодаря, возможно, событию ЗАО Легенды, как раз-таки крупному событию Евро, аптули себе 106-й общий рейтинг состава, прокачали всем ранги, ну а тут пора прощаться со своим составом. Тем не менее, конечно же, при переходе из одной части сезона в другую, у нас будет базовое обновление, то есть рейтинги базовых карточек немножечко изменятся. В принципе, все общие рейтинги нам уже известны, потому что на консоли все анонсировано, тот же самый Лионель Месси будет с 88-м общим рейтингом, Криштиану Роналду останется с 86-м. Про все рейтинги хайповых футболистов из топ-50 и топ-100 я уже давно рассказал в своем Телеграм-канале, но тут лишь озвучил главное. Но помимо подобного, с одной стороны важного, а с другой стороны все-таки, когда у нас уже 99-е и 101-е рейтинги доступны в игре абсолютно неважного обновления, eSports толком-то, как мне показалось, не планируют именно улучшать, либо же как-то изменять геймплей, что касаемо матчей против онлайн-соперников, потому что вот буквально-таки для сравнения. Вчера я отыгрывал матчи в равной игре на уровне 600-700 тысяч кубков именно в нашей FK Mobile 24, а потом зашел в бета-версию, тоже поиграл именно против онлайн-соперников. Как таковых изменений нет, ну или возможно они просто не столь значительные. К примеру, я не как такой вот прям профессионал, знаете, который сидит на уровне миллион плюс кубков, ничего не заметил, да и в принципе при переходе из одной части сезона в другую, то есть это все один сезон, что-то менять было бы, наверное, бессмысленно глобально, eSports подготовится именно уже к новой версии, которая выйдет в 2025 году. Но вот матчи против ботов, дорогие друзья, это да, тут есть изменения, в бета-версии было доступно буквально-таки два матча, слабый уровень, а также самый сильный уровень, почему-то он назывался именно левел 6, хотя до этого есть только лишь левел 1, но окей, возможно я в чем-то не разобрался, но, если честно, eSports так конкретно прокачали искусственный интеллект, это можно сравнить, знаете, с испытанием зимних джогеров, которые у нас было зимой, ну а также дотти-испытанием, когда в финале ты отыгрывался против Ливерпуля со счетом 0-3, и при этом поначалу, если ты еще не прощупал слабые места, ну или по крайней мере те фишки, благодаря которым можно проходить в штрафную соперника, тебя практически к ней не подпустят. И вот что самое главное, я заметил, теперь боты стали именно более резвыми в отборе, потому что если ранее можно было проходить по флангу, допустим, делать какие-то финты и даже выходить в центр, там уже как-то искать передачу и только в таких случаях боты бы оптимизировались и пытались именно пойти навстречу в отбор, то сейчас, по крайней мере в бета-версии, да и конечно же при ближайшем крупном обновлении, с этим мы будем сталкиваться даже не доходя до штрафной соперника. Как по мне, это конечно же добавит именно соревновательную составляющую в нашу игру, ну а надеюсь то, что подобные матчи нам будут встречаться именно в каком-нибудь турнире выходных, если и спортс вообще за него возьмутся, потому что сейчас там рейтинги не столь актуальные, конечно же, именно в плане выпадения и получения наград. Но, к примеру, сыграть в финале против бодренького Ливерпуля, отыгрываться со счета 0-3 и при условии того, что защитники соперника, а именно искусственный интеллект, будут прям оказывать сопротивление в плане тех же самых отборов, Будет интересно, мне кажется, абсолютно для всех игроков, независимо от уровня кубков в равной игре. Но вот если, дорогие друзья, геймплей все-таки остается геймплеем, и возможно многим он не столь сильно интересен, то и спортс добавили одну очень интересную функцию, к которой, если честно, мне кажется, в первую очередь обрадуются ютуберы. Я, к примеру, сужу по записи своих последних видеороликов с открытием паков, например, ты заходишь на свой основной донатный аккаунт, где тебя и так поджимает резерв, много игроков, в которых ты просто не знаешь куда деть, и возможно рейтинги у них даже 90+, на обмен там ты их не сольешь, прям по выгодным условиям. И при этом открываешь какой-нибудь набор зала легенд 100, либо же еще какой-нибудь набор, где прям тебе выпадает много серебра и бронзы. Конечно же, твой резерв моментально наполняется игроками и доходит до лимита, который составляет именно 1200 игроков. Нет, лимит Ейспорт все-таки не убрали, хотя было бы неплохо, чтобы они его хотя бы как-то немножечко изменили, но при прокачке рангов у футболистов Ейспорт добавили очень полезную фишку, с помощью которой мы с вами, дорогие друзья, люди, которые, возможно, торопятся, когда хотят прокачать своего футболиста, либо же ютуберы, которые записывают видосы, не хотят тратить больше времени на прокачку футболистов и выбор игроков, сможем выставить себе фильтры, во-первых, по рейтингам, чтобы не слить футболистов выше определенного рейтинга, например, выше 80-го, по крайней мере, так делаю я. Выбрать также и непродаваемых футболистов, но на самом деле в этом случае, там, среди, допустим, серебряных, либо бронзовых карточек, конечно, очень мало именно непродаваемых футболистов можно найти, но все же это весьма полезно. Ну а также, что является самым, наверное, главным из этого, можно будет включать цену футболистов, то есть отслеживание цены на транспортном рынке. Ну вот представьте, какое-то серебро в момент может подняться чуть ли не до 500 тысяч монет, не знаю, как это все связано с переливами монет именно в этом сезоне, но тем не менее, одно слить серебряную карточку, там, за 20-30 монет, в зависимости от периода игры, а другое, конечно же, слить карточку, которая на фоне других стоит в 10 раз дороже, да уж, проще, наверное, ее продать на транспортном рынке и прикупить еще 10 игроков для прокачки рангов. Для кого-то, да и уж, наверное, врать не буду не для кого-то, а для большинства, наверное, это какая-то мелочь, но лично мне стало очень приятно. И тем пользователям игры, которые активно прокачивают ранги футболистов, либо же сталкиваются как раз-таки с проблемами по лимиту, это полезная фишка, которая в меру поможет сэкономить время, а также, конечно же, прибавит монетки, либо же поможет слить именно ненужных футболистов в первую очередь, потому что среди там 600 или 500 карточек серебряных и бронзовых, искать именно тех футболистов, которые идеально подходят по критериям под прокачку рангов, и их не жалко слить, ну, это как минимум утомительно, а как максимум бессмысленно, надо чуть бережнее относиться к своему времени, как я считаю. Ну, а также, дорогие друзья, при ближайшем крупном обновлении, как раз-таки будет добавлена смена никнейма. Ух, сколько пользователей про это писало, сколько людей об этом жаловалось, и я просто представляю, какие у этого всего причины изначальные. Скачиваешь TFK Mobile по приколу со своим другом, регистрируешься, вводишь какой-то угарный ник, а потом сам подсаживаешься на эту игру, играешь уже месяц, второй, и тебе потихонечку все более стыдно за свой ник становится, а поменять его никак нельзя. Напишите в комментарии, если у вас подобная плюс-минус ситуация. Лично у меня нет, потому что я свои аккаунты с 2018 или там 19-20 года уже не сохраняю, а тогда, естественно, я только начинал играть. Но, тем не менее, в бета-версии доступна бесплатная смена ника. Ну, хотя как? Я снимал об этом в шорт, и некоторые написали то, что она не бесплатная, это все за одну монетку, но хотя вы сами понимаете то, что сумма как минимум не особо-то и большая с условием того, сколько мы можем получать за те же самые клубные испытания в той же самой бета-версии. Смена ника как минимум в бета-версии доступна именно раз в 24 часа, и опять же таки, так как она стоит очень дешево, никнеймы можно сменять хоть бесконечно, хоть 7 раз за неделю, вопрос, конечно же, необходимости, но сменить свой никнейм, за который, возможно, со временем стало стыдно, и спорцы об этом реально подумали, и для большинства пользователей сделали приятный подгончик. Правда, я, конечно же, не думаю, то, что именно в нашей основной версии уже при крупном обновлении, при нововведении из бета-версии, будет именно такая же частота смены никнейма, то есть раз в 24 часа его нельзя будет поменять, мне кажется, раз в неделю, либо раз в 14 дней, иначе как это все вообще будет контролироваться? Тут у тебя ограничения по списку, около 30 пользователей, которых вообще можно найти. В остальном же, конечно же, переход из одной части сезона в другую не является каким-то именно глобальным таким событием, это прекрасно известно тем пользователям, например, мне, которые играли в FIFA Mobile 22, а потом произошло небольшое, буквально-таки, обновление перед глобальным событием чемпионат мира, где поменялся немножечко дизайн карточек, возможно, менюшка, графика в некоторых моментах, но в остальном же это та же самая игра, в которой просто по факту будут какие-то небольшие нововведения, и поменяются общие рейтинги базовых карточек. Ну и, конечно же, что касаемо даты выхода этого обновления, насколько я помню, всегда в прошлых версиях, при выходе бета-версии, если это не переход из одного сезона в другой, все нововведения, функции, которые eSports подготовили для беты, вступали в игру, ну, в течение месяца прям максимум. Тем более уже 25 сентября, что известно по внутриигровому календарю за ежедневный вход, и какую информацию, естественно, озвучивал также и Сапурит, один из самых главных инсайдеров в нашем мире, ФК Мобайл, запланировано обновление годовщины ФК Мобайл, и я думаю, как раз-таки к годовщине уже абсолютно все нововведения вступят в игру, и мы как бы перешагнем из одной части сезона в другую. Если вы еще вдруг не устанавливали бета-версию, а я вам напомню то, что нужная инструкция абсолютно на все устройства, есть в моем телеграм-канале по ссылке в описании, как минимум стоит ее установить, банально для того, чтобы ознакомиться с новыми рейтингами, с какими-то новыми карточками, например, как 95 МБП, поиграть за них, пощупать геймплей, что самое главное, сразиться против ботов. Полноценно протестировать функцию именно с прокачкой рангов не получится, потому что в бета-версии нет продаваемых футболистов, то есть этот фильтр не актуален, но, конечно же, в нашей игре ФК Мобайл при обновлении он будет еще как, я бы сказал, актуален. С условием того, что бета-версия вышла порядка 4 или 5 дней назад, возможно, я немножечко опоздал с данным видеороликом, но мне любопытно стало в нее поиграть не в первые дни, а именно на какой-то второй или третий день. Ну и не рассказать об этом я не мог, потому что мне реально стало интересно. Так что, надеюсь, данное видео, дорогие друзья, вам понравилось. Делитесь своими впечатлениями в комментариях об рассказанном, об увиденном в данном видео. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, как минимум для того, чтобы мы с вами не потерялись, ну а как максимум для того, чтобы получать приятные призы, все новости, лайфхаки, способы заработка монет и самоцветов. Желаю вам хорошего настроения даже в начале осени и почаще после учебного либо тяжелого рабочего дня приходить и смотреть ламповые видеоролики в Инсфута. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok